здравствуйте уважаемые дамы и господа как меня слышно как мне видно что-нибудь мне такое поставьте чтобы я понимала что я уже в эфире сейчас сама проверю так 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 хорошо что нибудь но вроде бы слышу себя да сегодня у нас такая тема интересная прежде чем сейчас немножко все подсобираемся я немножко расскажу как я относилась всегда к физической нагрузке я ее ярко ненавидела и если была возможность не пойти на физкультуру и обязательно этим пользовалась а в общем и когда в 36 и так лет я посмотрела на себя в зеркало я всегда была такая худенькая но в общем я не обращала внимание на свое тело потому что на меня не подводила а в 38 лет или в 36 я посмотрела на себя в зеркало и увидела там тетку и я с тех пор поняла все ли она бонусы от природы закончились и теперь тебе придется поработать просто многие девочки уже в 20 лет были вынуждены обратить на себя внимание и работать а ты с 36 вот так начались мои сначала хождение по мукам потому что я действительно ярко ненавидела всегда эту физическую нагрузку а вот но мне повезло рядом со мной находились те люди которые я их спровоцировала а они спровоцировались это мой наставник олег нижегородцев это мой муж юрий гончаренко и что мы стали делать мальчики с животиками с такими а вот ночи уже когда солнце село и ничего не видно мы и я вот и мы ходили на стадион где совершенно почему-то не было освещение и в этой кромешной темноте по вот этим вот дорожкам оказывается бегали люди бегали ходили ну в общем и мы тоже присоединились к этим рядам но потом через некоторое время да и разбегались мы как-то очень медленно я сначала всего один круг делала зачем же я же девочка потом три а вот а мальчики уже по 12 стали бегать и в конечном итоге когда я взмолилась говорю ребят я не могу в темноте бегать давайте бегать утром или днем по красивому парку где плавают белые лебеди где видно людей вот и они согласились и вы знаете они бегут свои примерно те же самые 12 кругов по расстоянию и мы и я бегу и мне уже стало интересно и оказывается я тоже могу бежать 12 кругов но в общем вот такой был мой такая была моя история но перед этой историей была еще одна история я пошла в спортивный зал вот когда я только увидела в зеркале то что мне не нужно было видеть я пошла в спортивный зал у нас есть такие залы только для женщин и ну вот это специальная франшиза и мне моя задача была просто сделать плоский живот ну как бы мне казалось что у меня все хорошо просто живот вывалился а так все хорошо плоский живот и вот я не меняя стиля питания пришла в спортивный зал и этом отторобанила 9 месяцев потому что ну продавался такой длительный абонемент и через 9 месяцев я увидела что я на 2 килограмма поправилась ну потому что я посмотрела записи до и говорю ребят ничего не поняла отработала это серьезно это два или три раза в неделю ходила и только хуже тогда я закончила с этими приколами и мне пришлось разобраться с едой собственно говоря разобравшись едой полегчало всей семье полегчало всем с моим родственникам знакомым но и видите это выплеснулась эти идеи выплю выплеснулись видимо и на ваши головы вот поэтому давайте сегодня разберемся что нужно делать с тем девочкам и мальчикам которые пришли в спортивный зал я сейчас не говорю о спортсменах потому что спортсмены точно знают что делать да и у спортсмена обязательно есть человек тренер который ведет я сейчас говорю об оздоровительных технологиях слава богу у нас есть большое количество фитнес-залов у нас есть большое количество каких-то площадок где можно заниматься и фитнес очень прочно уже вошел в нашу жизнь вот давайте об этом и поговорим сейчас задам несколько вопросиков я смотрю уже под собирались вот вот такая у меня тема будет я сейчас буду видеть и чат поэтому можете задавать вопросы и я буду видеть а свою презентацию и надеюсь вы ее тоже видите окей скажите мне пожалуйста скажите мне пожалуйста вопрос такой вы уже начинали ходить спортивный зал а если начинали то как часто начинали может быть вы уже начинали не один раз знаете с понедельника начну с понедельника начну и в целом начинаю с понедельника а потом куда-то одевается этот запал, что-то такое происходит. Поэтому единички в чат поставьте. Не единичка, а сколько раз начинали. Вот если у вас были заходы, вот пошла в спортивный зал, потом что-то поменялось, не хожу. Вот сколько таких заходов было, потому что в целом мы сегодня будем говорить, что физическая нагрузка – это очень правильная вещь, это должна быть просто правильная привычка. Может быть, кто-то не в спортзал ходит, может быть, кто-то использует улицу как тренажёр. Я всегда использую улицу как тренажёр, но сейчас всё покрылось ледяной коркой, и вы знаете, это сложно делать, поэтому у меня нет выхода, и я иду в спортивный зал. Да, семь раз где-то, да, Делара. Но вот так. Моя сегодняшняя задача – сделать всё необходимое, чтобы вы не срывались. Сейчас давайте попьём водички. У меня сегодня вторая лекция, поэтому я шесть раз где-то, да, делали заходы. Окей. И теперь давайте с вами поговорим, что же вас заставляло отойти, что же вас выбивало из этой колеи. Хожу постоянно на протяжении шесть лет. Молодец. Девушки, кто ещё такой, как Гузалия, ходит постоянно на протяжении скольки лет? У кого вот регулярная физическая нагрузка, в которой вы живёте, напишите, пожалуйста, вот по-хорошему, похвастайтесь. Потому что мы тут разговариваем, разговариваем о еде, да. Знаете, моя тема – это еда. Но когда я собираю людей на живой тренинг, то я вижу, что на самом деле, если бы люди были хоть немножечко более тренированные, то результаты при изменении стиля питания были бы просто моментальные. Просто люди не совсем тренированные. Это я мягко. Это я мягко. При всём при том, что у нас так много фитнес-залов, классных фитнес-залов, красивых, светлых, напичканных аппаратурой различными, тренажёрами, мы этим не всегда пользуемся. Только Гузалия. Только Гузалия. Шесть лет. Гузалия, я примерно тоже шесть лет. Ага, Наталия, шейпинг, пять лет. Скажите, пожалуйста, кто срывается? Что вас подвигает не пойти в следующий раз? На чём у вас осечка? Скажите мне, пожалуйста, это очень важно. Давайте, соберитесь и скажите, на чём у вас осечка? Это очень важно для вас, для понимания. Ну, я точно знаю, что сейчас меня смотрят и фитнес-тренеры, и владельцы фитнес-заведений. И нам важно знать, на чём у людей осечка. Ну, ладно, не пишите, хорошо. Вот, потому что, когда человек слетает с программы, он остаётся глубоко неудовлетворённым, как это было со мной. Я слетела с программы, потому что я вообще не увидела результата и даже увидела антирезультат. А до идеала надо было бы ещё работать и работать. Проблемы соединительной ткани. Начинается боли в суставах. Да, то есть, вроде бы, тренировка должна быть эффективной. То есть, мы с вами должны тренироваться между результатом и осложнением. Вот как ни странно, я сейчас скажу эту фразу. Да, тренировка должна быть между результатом и осложнением, если есть дисплазия соединительной ткани, если проблемные суставы. Вот, или выбирать такие формы, как плавание, щадящее в плане суставов. Останавливать то, что нет результата. Спасибо, Света, за откровение. Ну, давайте моя задача научить человека сформировать привычку, потому что я точно знаю, что не только здоровье не строится курсами, отношения не строятся рывками, бизнес невозможно рывками построить. Ну, не знаю, даже уют в доме невозможно не поддерживать. То есть, мы его постоянно либо поддерживаем, либо запускаем, а потом героическими усилиями. Поэтому здоровье строится не курсами и не рывками и не подходами, заходами, а только привычкой. То есть, если мы имеем привычку, нам уже не так важно, имеем мы мотивацию или мы эту мотивацию не имеем. Эта грань стирается, и мы остаёмся в очень правильной привычке. Большое количество людей имеет неправильные привычки. Кто-то курит, кто-то пьёт, кто-то жрёт на ночь, кто-то не выходит из своего кресла, так что под попой уже соответствующее вдавление. Нам нужно сформировать правильную привычку. Анна пишет, 10 отзанималась в зале, потом сменила место жительства и забросила. Моё тело изменилось в ужасную сторону. Руки перестали подниматься. И вот в этом году возобновила тренировки. Боже, Анна, какая вы молодец! Ура! Мои руки свободно поднимаются вверх без боли. Я даже смогла висеть на турнике. То есть то, чем мы не работаем, ржавеет, даже если это касается нашего с вами организма. Поэтому что я сегодня хочу вам дать? Я немножечко помотивирую вас на физнагрузку, безусловно. Я стараюсь в каждой своей речи давать эту мотивацию, потому что я сама очень замотивированный человек. И это у меня пока на уровне мотивации. Так сказать, привычка в меня легко выбить тоже. Поменялась погода, и мне уже нужно немножко больше мотивации, чтобы купить себе пропускной в спортивный зал и теперь бегать в спортивном зале. А когда погода одинаковая, допустим, 6 месяцев типа чего-то лета, когда я могу просто встать в свои кроссовки и побежать в ближайший парк, то, конечно, мне мотивация не нужна, есть привычка. А вот на смене места жительства, на смене времен года нужно немножко проявить мотивацию. Надеюсь, вам это мое наблюдение тоже будет полезно. Но так как я в целом занимаюсь питанием человека, я не фитнес-инструктор, то я сегодня хочу вам рассказать кратенько по поводу БЖУ. Белок, сколько человеку, который пошел в зал, нужно есть, жиры, каких опасаться, каких не опасаться, и вообще стоит ли бояться жиров. Мы разберем сегодня углеводики, мои любимые, потому что именно они способны перечеркнуть абсолютно все ваши достижения. Если вы ходили в спортивный зал, сколько вы говорите, ходили, и не получили результата, вот Света пишет, нет результата, значит, это одно, не физическая нагрузка виновата, а ваше невыстроенное питание. Потому что обилие углеводов в пище перечеркнет все достижения. И это будет на самом деле довольно тяжелым трудом, сизифов труд, когда ты работаешь, но наедаешь быстрее, чем нарабатываешь. Обязательно сегодня расскажу по поводу минералов, потому что они позволяют нам снизить риски тренировок и витаминов. Почему спортсмен не может, подчеркиваю, не может рассчитывать только на еду? Если думаете, что это мои все выдумки, нет, ни в коем случае. Я человек, который постоянно повышает свою квалификацию и точно знаю, что нутрициология, это моя любимая дисциплина, которую я постоянно преподаю, она рука об руку идет со спортивной медициной. И в спорте, особенно в спорте высоких достижений, никто не говорит, что все необходимое мы берем из пищи. Если вы сидите на попе ровно, лежите, то вам, конечно, дополнительно минералы и витамины может быть и не нужны. Хотя я в этом тоже очень сильно сомневаюсь. Как только вы начинаете давать высокие дозировки, нужно разобраться с этими минорными композициями нашего питания. Ну и, конечно, водный режим тренирующегося. Поставьте плюсики в чат, кто сейчас попивает водичку. Давайте-ка, я сейчас пью вместе с вами. Два-три глоточка мы делаем раз в 15 минут. Если я забываю, пожалуйста, кто-нибудь возьмитесь и напоминайте всем нам. Внимание! Я человек, который использует обогатители питания. Как к этому относиться? Как хотите. Но я точно изучила, что человек берет из пищи. Спасибо, девушки, спасибо. И я точно изучила, чего в пище вообще нет. Или есть в таких мизерных дозировках, что просто стыдно об этом говорить. Я все это отработала на себе, на своем теле и на огромном количестве тех людей, которые бесконечно со мной советуются. Потому что я нутрициолог, теперь я могу об этом сказать. С декабря 2018 года нутрициология теперь не шарлатанство. Это официальная наука, признанная наука. Поэтому могу сказать, я нутрициолог. Уже успела, пока это была не наука, накопить огромный опыт, более чем 15-летний и огромная ежедневная практика. Такое количество вопросов, которые мне приходится решать каждый день. Ни одному доктору, который сидит на приеме, даже если через него проходит огромное количество людей, даже и не снилось. Поэтому мое мнение, его можно учитывать. Вы можете его учитывать и брать мои прицельные рекомендации. Можете просто пока обратить на них внимание и не учитывать их. А можете найти аналоги. Так как я вынуждена пользоваться определенными инструментами в своей работе, как у хирурга и скальпель, у нутрициолога, должна быть отработанная линейка витаминно-минеральных и травяных комплексов. Я иногда буду говорить о том, чем я пользуюсь и какие результаты я получаю. Если плохо видно, значит ваш интернет желает быть лучше. Будет запись. Ну и давайте начнем с белка. Техника безопасности по белку. Если девушка решила похудеть и пришла в спортивный зал, да и еще села на салатики, то ее ждет большое разочарование. Организм не надуришь. Когда вы пришли в спортивный зал, это значит одно. Вы будете пользоваться практически всеми мышцами. Например, скандинавские палочки, вроде бы, казалось бы, включают 90% мускулатуры. Даже говорят, бег меньше включает. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Но вот эти эллипсы, орбитреки тоже включают порядка 70% мышц. Соответственно, когда вы включаете мышцы, возникает перфузия этих мышц. То есть они начинают омываться кровью. Все капиллярчики раскрываются. И эти мышцы, они хотят быть построены. Построение мышцы идет через ее разрушение. И если при этом хозяйка этого организма сидит на салатиках, то есть она исключила из еды все, что можно было исключить, то, к сожалению, будет проходить очень неблагоприятный процесс. Мышца, которой необходимо быть перестроенной, она говорит, мне нужны пищевые ингредиенты, мне нужны кирпичики для построения. Но организм говорит, ты знаешь, как-то вот она уже позавтракала и уже даже поужинала, обед пропустила, в спортивный зал сходила, но мы еще кирпичиков этих не имеем, аминокислот. Тогда включаются надпочечники, и они дают приказ на разбор мышечной массы, но не той, которой вы занимались. В организме социализм. Если вы какую-то группу мышц задействовали на тренировке, то ее организм будет защищать. Именно ее будет перестраивать. А те, которыми вы не занимались, ну, ясно, дело будет подвержено эти мышцы разбору, разбору. Но если наша хитрая девушка работала 90% своих мышц, вы знаете, матка не защищена. Есть гладкая мускулатура кровеносных сосудов, которые тоже не защищены. И организму всегда есть что разобрать. Но эта мышца будет достроена. Поэтому очень большая просьба не нарушать права организма. Давайте посмотрим, сколько нам нужно грамм белка. Сколько белка нужно усвоить, чтобы построить сегодня свое тело. Сколько вы весите в килограммах, столько грамм белка нужно усвоить. У меня 60, значит, я должна усвоить 60 грамм белка. Почему я делаю акцент на усвоить? Потому что съесть и усвоить – это разные вещи. Потому что, допустим, продукты растительного происхождения, содержащие белок, к сожалению, хуже этот белок усваивается. Нужно их немножечко больше есть, для того, чтобы усвоить, ну, допустим, только из растительного сырья, эти 60 грамм белка. И второй момент – очень часто нам не 25. В 25 у вас хорошо работающая ферментативная система, и вы все усваиваете. А вот в 55 уже немножечко иначе. Поэтому давайте все-таки сконцентрируемся на нижней границе нормы. Для девочек – это 1 грамм на каждый килограмм массы тела, а для мужчин – 1,2 грамма на каждый килограмм массы тела. Кто таких расчетов еще никогда не делал, пожалуйста, напишите в чат, сколько грамм белка вам нужно усвоить сегодня. И вы знаете, даже если вы, несмотря на то, что вы пошли в спортивный зал, все равно начинайте с этой нижней границы нормы, особенно если у вас есть аутоиммунные процессы, аллергические процессы, не дай бог почечная недостаточность и какие-либо признаки недопереваривания пищи. Потому что резкий подъем количества белка в питании тоже, но его нельзя допустить. Все нужно делать очень постепенно, точно так же, как наращивать физическую активность. Видите, здесь есть информация по спортсменам. У них, конечно, больше необходимо белка, но спортсмены – это не мы с вами. Спортсмены – это люди, которые занимаются 3 часа и более 6 раз в неделю. Поэтому мы с вами концентрируемся на нижней границе нормы. И только когда вы понимаете, что все хорошо, вы можете к этой нижней границе нормы добавить еще половинку. Потому что если вы не будете наедаться белком, вы обязательно догонитесь чем-то другим. Макаронами, рисом и так далее. В общем, это вещи, которые будут тормозить развитие вашего замечательного процесса получения идеального тела. Ну, что-то ничего не вижу, девушки. Напишите, сколько грамм белка вам нужно сегодня усвоить. 1 грамм на каждый килограмм массы тела. Напишите, напишите. Это очень полезно на самом деле. Вот сейчас мы, исходя из этой цифры, будем плясать дальше. Кто хочет посчитаться, пишите. О боже, Наташа, 47 грамм. Ну надо же. Вот посмотрите, откуда мы будем брать белок. Я прям рекомендую стараться брать белок из продуктов питания. Вижу, девушки, какие худышечки прям все. 47, 58, 62, 63 килограмма. Вот, давайте поиграем в такую интересную игру. Есть, конечно, более подробные таблицы, но вы знаете, чем меньше я грузить буду, тем легче вам будет понять, как состроить свою тарелочку. Да, ну давайте возьмем 60 грамм примерно. Я так смотрю, у кого больше, у кого меньше. Но в среднем 60. Танечка, вот поздравляю. 98 мне очень приятно видеть. Ну, от тебя мне это очень приятно видеть. Вот, смотрите, что мы будем делать. Мы берем себе три приема пищи. Вот, в течение, за три приема пищи я должна слопать 60 грамм белка. Помогите мне, пожалуйста, давайте из чего-то это составим. Видите, мяско, мяско. Ну, тут мясо это общее понятие. На самом деле, чем жирнее мясо, тем меньше в нем белка, больше жира. Чем более постное мясо без жиринки, например, куриная грудка, 30 грамм белка. 30 грамм белка. Давайте возьмем куриную грудку. Я сегодня не мясо ела, а, например, куриную грудку. Всего 100 грамм съела, это мне будет как раз 30 грамм белка. 60, которые мне нужны, минус вот эти 30. Мне осталось съесть еще 30 грамм белка. Ну, давайте, допустим, куриная грудка у меня была на обед. А на завтрак что? Одно яйцо 6 грамм, а два яйца 12 грамм белка. Пусть у меня на завтрак было два яйца. Вот мои оставшиеся 30 грамм, минус 12. Плюс я немножечко еще туда сыра добавила. Тут сыр не нарисован, но сыр это достаточно белковый продукт. В 100 граммах сыра 22 грамма белка. Но много его не съешь. Я съела буквально несколько грамм. Так что два яйца и кусочек сыра дало мне не 12, а 15 грамм белка. То есть 60 минус 30 из куриной грудки, минус 15 из завтрака, два яйца плюс сыр. У меня осталось 15 грамм белка. Я точно знаю, что 100 грамм селедки, потому что она жирная, это как раз 15 грамм белка. Вот мой дневной рацион. Это много или мало? Соответственно, вы можете рассчитать на свой вес. Это, конечно, будет немножечко больше по громажу. И если вы заметили, я взяла только продукты животного происхождения. Но я могу то же самое сделать на продуктах растительного происхождения. Ну, например, смотрите, бобовые. Это в сухом виде 20 грамм белка в 100 граммах продукта. А если я их разварю, а я их разварю, потому что я сыры-то не буду есть, да, то у меня получится в 100 граммах 10 грамм белка. 10 грамм белка. Допустим, если я съем 200 грамм бобовых готовых, то как раз 20 грамм я и получу. Орешки. В 100 граммах орешков, как правило, где-то в районе 20 грамм белка. Здесь написано 15, но, ну, видимо, я точнее уже помню все эти таблицы. Ну, где-то в районе 20 грамм белка. 100 грамм я вам не рекомендую съедать, потому что, несмотря на то, что я не боюсь жиров сейчас, и вы не перестанете их бояться, все-таки, если чего-то переешь, а 100 грамм орехов это уже переел, то эти жиры могут все-таки отложиться. Я вижу это на практике. Поэтому орешки я в большом количестве не рекомендую. Это может быть классный перекус, если вы не доживаете между завтраком и обедом. Если между обедом и ужином вас тянет что-то поесть. Залезли своей ручкой женской или мужской, если нас мальчики слушают, в орехи. И сколько вытащили? Вот это ваше. Примерно 25 грамм. Злаки мы пока не трогаем. Смотрите, вся листовая зелень, овощи, травы содержит мизерное количество белка. Но они нам ценны тем, что это клетчатка, это продвигатор по кишечнику. Если я съем грудку, кусок рыбы и яйца, то я заработаю просто себе запор, и никакого не будет ни здоровья, ни внешнего вида. Поэтому обязательно сочетаю с грубым пищевым волокном. Грибы в районе 3 грамм, белка на 100 граммов продукта, овощи, все-все-все, кроме крахмалистых. Спасибо, Константин. Вот, ягоды используем. Ну, тут вообще по белку совсем нехорошо, совсем. Видите, ягоды не белковый продукт. И фрукты тоже не белковый продукт. Но нам вот эта нижняя часть, нижняя линеечка, очень нужна для какашкообразования. Чтобы белок наш не застрял, не дай бог, где-нибудь. Давайте пивнем водички. Шпинат много белка содержит, но учитывая, что там очень мало калорий, ну, где-то тоже 3 грамма белка. Перепроверьте, пожалуйста. Забейте шпинат. Пищевая ценность. И кто первый найдет, напишите нам, пожалуйста, сколько грамм белка в 100 граммах шпината. Потому что, ну, мне, ну, 3, ну, может быть, 4 грамма. Окей. То есть, сочетайте. Нам важны, смотрите, организму все равно, откуда вы взяли белок. Из продуктов животного происхождения или из продуктов растительного происхождения. Потому что наши пищеварительные ферменты расщепляют белок до отдельных запчастей аминокислот. Аминокислоты приходят в кровь, и они уже не имеют видовой спецификации. И уже из этих аминокислот, как из универсальных строительных кирпичиков, создается наш белок. Вот таким вот образом. Примерно понимаете, как считать? Надеюсь, примерно понимаете. Кстати говоря, не злаки, а я бы советовала проростки злаков. Проростки. Например, бобовые туда и злаковые. В общем, всякие-всякие проросточки, чтобы там был и маш, и нут, и так далее. Вот я недавно, у меня прям микропост такой вышел. Валерия, замечательная подружка моя, тоже нутрициолог из города Москвы, подарила вот такой вот сборничок проростков. 22 грамма белка в 100 граммах продукта. А по углеводам совсем минимум. Там где-то пятерочка была. Вот поэтому тоже можно использовать как высокобелковый продукт. Да ладно, никто шпинат еще не нашел. Найдите, пожалуйста, это же интересно. Понятно, как составлять по белку? По белку это очень важно. Хорошо. И только если вы понимаете, что, допустим, вес большой, и вы столько обычной еды не съедаете, вот тогда можно, если не доедаете, можно использовать коктейль. Либо сывороточный, это мои коктейли, которыми я пользуюсь. Я просто знаю, как они работают. Либо соевый. Концентрат сывороточный. Соевый изолят. Интересен Nutriburn тем, что там есть травки, адаптогены специально для тренирующихся людей, чтобы было легче переносить тренировки. А соевый, вот этот смарт-милл, умная еда, здесь не видно, но здесь есть такая лейблочка смарт-хат, то есть умное сердце. В составе есть не только соевый, хлорельный белок и гороховый, но есть еще все витамины, все минералы и омега-3 животного происхождения, что на самом деле очень важно для людей, которые находятся на растительном питании. К сожалению, альфа-линоленовая кислота, омега-3 растительного происхождения, не всегда адекватно и активно переводится в рабочие формы докоза гексоеновая и коза пентоеновая. Поэтому я обращаю на это внимание, лучше сделать небольшое отступление на тему омега-3. Вижу, вижу, шпинат, говорите, высокобелковый продукт, да, всего лишь не до 3 грамма, не до 3 грамма. Хорошо, и чечевица, да, вот чечевицу я упустила, как, собственно, все бобовые. Бобовые – это отлично, но не то, чтобы упустила, здесь есть на самом деле, посмотрите-ка. Вот, все бобовые, все бобовые – чечевица, маш, нут, фасоль – это высокобелковые продукты растительного происхождения. Да, согласна. В сыром виде 20 грамм белка на 100 граммов продукта. Сварили, где-то десяточка будет, максимум 12. С белком есть понимание, да, когда мы добавляем, вы пошли в зал, да, вы начали новую жизнь, вы стали заниматься, чтобы не было дефицита, когда мы добавляем коктейль, когда не доедаете, когда не доедаете, вы можете добавить коктейль. Или если вы чувствуете, что вы переедаете, огромное количество людей не замечает, что они переедают. Стоит сделать эксперимент, оставить себе один прием пищи, такой качественный, полноценный прием пищи вместе с семьей, а все остальное заменить коктейльчиками, и вы точно будете худеть. Ну ладно, не все остальное. Один прием пищи замените коктейлем, и в целом оставайтесь на питании. Сейчас я скажу, с каким количеством углеводов, и вы точно будете стройнеть. Понимаете, я знаю большое количество людей, которые на питании никак не могут постройнить, потому что они не добавили физическую нагрузку. Но тренера также знают бешеное количество людей, которые ходят в зал, ходят, ходят, все делают и не могут постройнеть, потому что они не разобрались с питанием. Давайте сделаем и то, и другое вместе. И тогда у нас точно будут хорошие результаты. Так, у изолята протеина одна проблема. Когда я их смешиваю с водой и молоком, вскоре потом на меня жор нападает. Позже я узнала, что у них высокий инсулиновый индекс. Да, кстати говоря, только вернулась с нутрициологической конференции, курса повышения знаний у нутрициологов. И перед нами выступали в том числе спортсмены, которые плотно занимаются вот этими проблемами. И вы знаете, раньше было такое поверье, вообще в медицине много поверьей, что есть углеводное или протеиновое, кто говорил протеиновое, кто говорил углеводное окно. Но когда вы отзанимались в течение 40 минут после окончания тренировки, организм, если получает белок, он сразу же встраивает это все в мышцу. Но, честно говоря, я-то это дело не проверяла, но и тоже говорила о протеиновом окне. И вот сейчас проводится большое количество таких вот грамотных исследований на эту тему. В общем, отменили нам все окна, ребята. Все окна нам отменили. И сейчас говорят, позанимался, ну подожди ты хоть полчасика. Потому что если как раньше, прям в раздевалке выпить любой белковый коктейль, вроде бы он и углеводов не содержит, реально растет уровень инсулина. Да, потому что инсулиновый индекс, он тоже имеет право быть. Иногда инсулин в крови задирается не только в ответ на углеводистые продукты, но и в ответ на быстро усвояемые белковые продукты в том числе. И как только этот человек выходит из спортивного зала и смотрит, что же такое рядышком, а рядом напротив пиццерия. И они с девчонками заходят в пиццерию и шлифуют все это дело. Чем? Углеводами. И это был сизифов труд. Эти углеводы пойдут в жир, несмотря на то, что полтора часа титанических усилий над собой. Да, протеинный коктейль хорошо после тренировки, без физической нагрузки не работает. Согласна. Поэтому, когда мы с вами разобрались с белками, немножечко как бы более-менее понятно, да, что делать с белками. Вы, еще раз скажу, не имеете права давать меньше, чем вам нужно. Вот так я прям скажу вам, да. Вот, то давайте разберемся с углеводами. И с этого момента, как только мы с вами разобрались с белками, мы с этого момента стали с вами развивать мышечную массу. Это самый большой подарок, который вы можете себе сделать. У меня прям фраза есть такая. Девочки, вы должны проследить, чтобы вы, все мы когда-нибудь там будем, вошли в климактерический период на пике развития своей мышечной массы. Потому что потом будут развивать чуть сложнее. Я не сказала, что невозможно. Чуть сложнее. На пике развития своей костной массы. Потому что потом будет чуть-чуть сложнее развивать. И на пике развития коллагеновой массы. Это очень-очень важно. Поэтому, когда мы с вами стали давать суточную норму белка, нам еще осталось разобраться с углеводиками. Суточная норма белка плюс физическая нагрузка точно будет развивать мышцу. И теперь нам нужно еще сделать так, чтобы не развивался жир. Видите, две девочки одинаковый килограммаж. Но у одной мышц больше, а жира меньше. Соответственно, выглядит стройной. А у другой такой же вес. Но за счет жира этот вес, а мышц значительно меньше. Это будет уже... Ну, кстати говоря, мне обе нравятся. Тут, что называется, на любителя. Это просто, знаете, из навязанных идеалов. 90-60-90. У меня, например, 60. Никогда не было такой талии. Ну, может быть, потому что у меня рост 1,74 метра. Но талии 60 у меня лично никогда не было. Поэтому давайте разберемся с углеводиками. Они нам расскажут всю правду о нашей жировой ткани. Которая очень объемная. Очень объемная. Но весит немного. Но весит немного. У вас соли высокий инсулиновый индекс и низкий гликемический индекс. Важнее гликемический индекс. Танечка. Вот реально важнее гликемический индекс. Хотя инсулиновый тоже. Смотрите, если вы съели фасоль, а через полчаса съели бы еще и половину слона, то это значит, что все-таки инсулиновый индекс, он на вас работает. Но, как правило, такое бывает на творог. Все-таки из всех продуктов питания именно творог обладает наиболее высоким инсулиновым индексом. Но это не на всех видно. Вот есть девочки, которые съели творог на ночь и все, и пошли спать удовлетворенные. А есть, которые съели творог на ночь, а потом еще яблочко, а потом еще грушку, потом еще грейпфрутик. Никак не могут успокоиться. Вот им нужно этот творог перенести на утро. Что такое инсулин? Он пришел в кровоток, запихнул всю глюкозу по клеточкам и в крови стало пусто. Соответственно, пока вы на место глюкозу не поставите, вы не успокоитесь. Вот так это работает. Хорошо, давайте разберем отношение к углеводам. Оно разное. Вот к вам, может быть, я не знаю, скажите, пожалуйста, есть люди, кто тренирует других людей в плане физической нагрузки? Тренеры, фитнес-инструкторы. Может быть, есть такие вот сейчас, кто меня слушает? Вот пришла к вам девочка, которая на первой фотографии. Ей точно худеть не надо. Она пришла за поддержанием и развитием мышечной массы. Соответственно, мы ей должны дать больше углеводов. Если мы ей не дадим углеводов, она просто сдохнет прямо там в спортивном зале. А вторая девушка, у нее есть скрытые запасы. Вот есть. И она пришла для того, чтобы сдуться в объемах. Она говорит, что она пришла, чтобы меньше весить. Но на самом деле она пришла носить одежду более мелкого, маленького размера. Соответственно, ей надо не дать углеводов, чтобы она из амбара взяла свой жир и сожгла их с образованием энергии, которую потратят в спортивном зале. Но если мы ей не дадим углеводов, она себя будет плохо чувствовать в спортивном зале. Но, тем не менее, мы не должны ей дать углеводов, по крайней мере, передозировки углеводов. Это точно. Спасибо, Галина, фитнес-инструктор. Мне очень приятно. Надеюсь, буду вам сегодня полезна. Поэтому вот этим девочкам нужны продукты с различным гликемическим индексом. Девочка, которая должна сдуться, она хочет сдуться. Мы берем низкий гликемический индекс до 40. Не верьте своим глазам. Я не умею рисовать такие картинки, но я вам так скажу, до 40. Как это найти? Забейте сейчас гликемический индекс, enter, и картинки, запросите картинки, и вам вылетят таблицы гликемических индексов. Там все просто. Соответственно, что такое гликемический индекс? Это с какой скоростью и в каком объеме сахара из данного продукта придут в кровь. Что такое средний гликемический индекс? Тут больше сахаров придут в кровь. Средний гликемический индекс до 70. С 40 до 70. И мы порекомендуем такие продукты использовать девочке, которая вот первая, которая вот такая вот худенькая, даже сухенькая, можно сказать. Она практически не содержит подкожно-жировой клетчатки, хотя подкошка у нее есть. Это красивые ягодицы, это красивая грудь. Мы не должны спалить всю свою подкожную жировую клетчатку, потому что это будет очень некрасиво. Девочка и ее формы – это еще и жир, но в умеренном количестве. Когда он начинает не влазить в наши зеркала, это значит, мы передозировали с чем? Не с жиром в тарелках, ребята, а с углеводами. Если вы пока мне не верите, давайте я вам покажу злобную схему. Как вторая девушка заработала себе такие большие объемы? Она ела продукты, которые содержат глюкозу. Что это за продукты? Не только сладости, но и крахмалы. Ела их, ела, ела много лет. А глюкоза подвергалась глюколизу. Что вот это такое? Вот это что такое? Это мембрана митохондрии. Что такое митохондрия? Это как бы камин клеточный, где сжигаются пищевые ингредиенты. Но если в нашем питании бесконечное количество глюкозы, то в этом камине, вот он камин, как бы огонек такой, сжигается исключительно углеводы. Но клетка не дура. Она не может бесконечно забрасывать в камин глюкозу, потому что она боится перегреться. Для клетки глюкоза это свет, это тепло. Поэтому она боится перегреться, и чтобы, ну уж сильно, много энергии, тоже не нужно клетке. Ей нужно строго определенное количество. Поэтому если, вот смотрите, глюкоза превратилась в перуват, зашла в камин, то тоже превращение до цитрата. Если энергия не нужна, например, девушка сегодня не пошла на тренировку, или она вообще никогда не была на тренировке. Просто она очень любит еду и вот ест, и ест, и ест. Этот цитрат возвращается в цитоплазму, и из него делают холестерин. Поэтому люди дотренированные, они имеют высокий уровень холестерина в крови. Поэтому кардиологи говорят, идите и занимайтесь физической нагрузкой. Убегайте от инфаркта, да, говорят. Вот, но не все же верят, да. А вот или, или этот цитрат превращается в жирные кислоты, которые откладываются на попе, на пузике. И синтез триоцилглицеридов, тоже жиры, ну это жиры. И вот это идет в амбары. Теперь что мы делаем? Мы взяли вот этой девочке, которая вторая. Вот этой вот девочке, которая вторая. Мы взяли и объяснили ей эту ситуацию. Сказали, деточка, давай будем так. Мы берем высокобелковый продукт с каждым приемом пищи. Ты кушаешь три раза в день, не меньше. С каждым приемом пищи высокобелковый продукт, потому что мы будем развивать мышечную массу. И при этом мы уберем передозировку по углеводам. Мы у тебя убираем все крахмалы и все сладости. Прикинь. Вот, и что происходит? И что происходит? Происходит, цикл-то работает, клетка-то работает. Девочка-то пошла в спортивный зал под ваше сопровождение. А глюкозы нет. И кто же пойдет сжигаться в этом цикле? А кто-кто? Жирные кислоты. У нас же есть запасы. И мы берем эту жирную кислоту и начинаем ее примерно по такой же схеме сжигать. Когда вы поймете, что у вашей клиентки, уважаемые фитнес-инструкторы, или когда вы поймете, что у вас, уважаемые, занимающиеся, пошел процесс. За этим надо следить с помощью сантиметровой ленты. Не становитесь вы на весы. Они при начале тренировок, за счет гидротации мышц, за счет того, что вы раскрыли капилляры в мышцах, вы получите прирост по весу и сильно расстроитесь и выпадете из процесса. Поэтому, пожалуйста, возьмите сантиметровую ленту и проверьте хотя бы три основных объема. Это объем талии, объем груди и объем бедер. Но я рекомендую замерять все объемы. И шеи, и голени, и бедра под трусиками, и ручка вот там в области плеча. Потому что иногда одни объемы реагируют, иногда другие объемы реагируют. Вот что нам нужно сделать. Но если девочка, которая пошла в фитнес-зал, будет там, пышечком очень сложно заниматься, да, и при этом будет есть углеводистые продукты, то это будет сизифа в труд. Поэтому я даже не хочу рассказывать, что есть перед тренировкой. Какая разница, это перед тренировкой, это после тренировки или это вообще без тренировки. Если ты накопила жиры, то тебе нужно перестроить питание таким образом, чтобы глюкоза уже не ходила в этот цикл Крепса, чтобы жиры ходили в цикл Крепса. Единственный выход – не дать бешеного количества глюкозы, как это было всегда. Когда вы снижаете количество глюкозы, как это сделать? Использовав продукты с низким гликемическим индексом, все становится на свои места. Да попробуй из этих зеленых овощей, попробуй из бобовых, из неочищенного риса или черного риса, цица не водяная. Ой, ну тут не все, не со всеми я согласна. Посмотрите, пожалуйста, что относится к гликемическому индексу до 40. Попробуй извлечь оттуда глюкозу. Очень сложно, очень сложно. Потому что эти продукты в виде глюкозы сложно заходят в кровь. И приходится пользоваться собственными жирами. Ну и, соответственно, скажите мне, пожалуйста, сколько месяцев ждать результата? Многие полнеют годами. У меня первый вопрос. Когда со мной консультируются, я спрашиваю, сколько вы весите сейчас? Человек отвечает. Сколько вы весили в 25 лет? Человек отвечает. А потом я говорю, скажите, пожалуйста, когда вы добавили вес? И человек говорит, ну как, ну по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, допустим, человеку 50 лет, 25 лет по чуть-чуть рос вес. Понимаете? Так сколько месяцев нужно уделить внимание себе, чтобы войти в свою идеалочку? Вот сколько лет вы носили лишний вес? Столько месяцев плюс еще три месяца. Напишите мне, пожалуйста, девочки. Напишите мне, пожалуйста, мальчики. Исходя из этой идеи, сколько месяцев вам нужно работать в фитнес-зале? Скорее всего, под контролем корректного и грамотного фитнес-инструктора. И с перестроенным питанием, чтобы ввести это в свою жизнь как привычку. И чтобы потом на весь остаток жизни закрепить этот результат, который вы достигли. Давайте, поехали. Итак, сколько лет носите лишний вес плюс еще три месяца? Давайте-ка, давайте-ка. Правда, тут собрались все 60-килограммовые, но все-таки, давайте. Жду-жду ваших месяцев. Может быть, вы напишите не месяц, а несколько лет. Хорошо. Если результат не достигнут вовремя, это значит в организме что-то поломатое уже. Это значит, нужно либо на щитовидную железу обратить внимание, либо на инсулин обратить внимание. То есть обычно, если все здоровое в организме, то вы быстро получаете результат. Но если вы потом, достигнув результата, опять во все тяжкие, опять на диван, опять тортики, опять пиццы с пивом, то в следующий раз вам эти же результаты дадутся в два раза сложнее и длительнее по времени. Поэтому, пожалуйста, я очень берегу свой результат, потому что я вам покажу свой результат. Потому что, вы знаете, мне показалось, что мне выдали прям новое тело. 5 месяцев, 8 месяцев, 6 месяцев. Молодцы, молодцы. Поэтому, если не достигается результат, ну, наверное, 43 года носите, если лишний вес, значит 43 месяца плюс 3 месяца. 46 месяцев. Надо посчитать, сколько-то в годах. Если вы никак не можете достигнуть результат к этому времени, так скажем, это не значит, что тренер леворукий. Нет. Ведь у этого же тренера люди худеют. И диетолог тоже, скорее всего. Ну, я так ничего себе, например. Это значит, что что-то в организме где-то там пошло не так. Но это не значит, что мы должны остановить всё и идти другим путём. Ну, это уж, знаете, такие более тонкие моменты. Не буду сегодня говорить об этом. На что нужно обратить внимание. В целом, ну, сказала уже щитовидная железа и посмотреть хотя бы уровень инсулина. Лишний вес не ношу, но всегда проблемы с животом. Сколько не занималась, живот ниже пупка, а выпячив. Заниматься надо постоянно. Это точно. Анечка, а проверьте ещё, посмотрите у остеопата. Бывают такие типы осанки, когда переразгибание происходит в пояснице. И тогда животик реально выпадает. Вот тоже такой момент бывает. Потому что есть девочки, которые вроде бы всё хорошо. И ручки, и ножки. А вот животик действительно, и это особенность осанки. Поэтому давайте-ка с вами повторим. Пока все остальные, понимая, что нужно поесть. Причём чувство голода. Смотрите, если вы правильно питаетесь, вы не доходите до чувства голода. Чувство голода – это нехорошо. Это значит, ваши клетки, они уже орут давно от голода. Так вот, пока все остальные выбирают простые крахмалистые углеводы, потому что это проще всего сделать. Проще всего заказать себе пиццу с доставкой на дом. Понимаете, да? Это приводит к росту инсулина. Инсулин – самый главный гормон, который останавливает расщепление жиров. Если в крови много инсулина, будут сжигаться только углеводы. Потому что инсулин хватает в глюкозу и запихивает по клеткам. В этот момент жиры не востребованы. Они будут ещё плотнее лежать в амбарах. Поэтому, если вы своим питанием драконите инсулин до тех пор, пока вы это делаете, липолиза, расщепление жировой ткани не будет. Излишки глюкозы превращаются в жир. И с каждым годом, даже вы знаете, если с каждым годом на 300 грамм больше, всё равно это видно. Всё равно это видно. Мы же с вами умненькие девочки. Да-да-да. Мы с вами выбираем высокобелковые продукты. Помните, с каждым приемом пищи. И к ним обязательно для какашек добавляем сложные углеводы. Это все овощи, кроме картошки и варёных корнеплодов. Это фрукты не добавишь. Это бобовые. Это, например, есть такая кашка перловка. Вот даже у людей с сахарным диабетом она не приводит к повышению уровня глюкозы в крови. А значит, не вызовет и инсулин в том числе. Нам подходят все виды капусты, баклажаны. Нам подходят помидорчики, огурчики, оливки. Ну, в общем, если вы скачали себе эту таблицу, всё, что в таблице с гликемическим индексом до 40, берите на здоровье. Соответственно, нет инсулиновой реакции. Значит, организм говорит, ну, мне, например, мой организм говорит, Бахтина, где будем энергию брать? А я говорю, ты знаешь, в районе Талии ещё есть депо. Есть, давай, залезь туда. И он залазит, и будет снижение веса разве? Объёмов. Будет снижение объёмов. А потом только вес. Из 40 килограмм лишнего веса за последние два года осталось расстаться с десяточкой. Боже, какая молодец. Оля, давайте похлопаем Оле. Вот просто супер. Я вот не знаю. Я могу так похлопать, меня слышно. А вы как-нибудь по-другому похлопайте. Друг за друга надо радоваться. И давайте пивнём водички. Ну что, я понятно? Объясняю. Вот посмотрите. Вот Оля 30 килограмм сбросила. А это Вика. Это моя кума. Она себе к 50-летию сделала подарок. Сбросила 50 килограмм. И говорит, я не понимаю, зачем я все 50 лет их носила, если можно было бы вот так вот их и сбросить. И это к вопросу о том, Лена, ничего ли у меня не обвиснет. Вы знаете, минус 50 и ничего не обвисло. Оля, минус 30. Что-то обвисло, Оль? Я просто знаю, что Оля на должном уровне по белку. Если вы сидите на салатах, то все обвиснет. А если вы на выверенной дозе по белку, доза неправильное слово, конечно, норме по белку, ничего у вас не обвиснет. Что сделала Вика? Она послушала какой-то марафон, который я вела летом. И за полтора года сделала такой результат. И это все на питании. И два раза в неделю у нее тренировка с индивидуальным тренером. Вот такая вот вещь. Ну, посмотрите на мой результат. Разница между фотками не обвисла. О, разница между фотками 7 лет. Это 10-й год. А это я помню, это 17-й год. Надо подписать. Ну что, наверное, вы знаете, я вечно задаю этот вопрос. Как вы думаете, сколько килограмм разница? Вообще логично эти фотки наоборот поставить, конечно. Типа это до, как это бывает в жизни. А это, ну как бы время идет. Но если вы становитесь на рельсе правильного питания, бережного отношения к себе, как к биологической машине, в которой живет ваше сознание, то вы просто можете сделать совершенно невероятные вещи. Как вы думаете, сколько килограммчиков-то я сбросила? Если это до 10-й год, а это 17-й. Есть вообще разница между этими тютеньками? Да, кожа не то, чтобы не обвисает. Кожа подтягивается, потому что вы даете суточную норму белка, а коллаген – это белок. Таня, красотка, конечно. Девушки, тут всего лишь, вот я не помню, по-моему, 4 килограмма. Всего лишь. Какие 15? 4 килограмма. И главное, я не заметила, как это произошло. И не 20, 4, да. Вот Оля знает, да. Вот может быть вообще ни одного, действительно. Если вы идёте в развитие мышечной массы, она же тяжёлая, она же тяжёлая, но она почти ничего не занимает, объёма. И вот на мне хорошо видно, потому что у меня эти жиры были свеженькие, они ещё не спрессованные, они ещё не уложенные в амбары. Поэтому они с меня слетели за 2 недели, после того, как я поняла, что нужно разобраться с белком и углеводами. Вы не сможете разобраться с углеводами, не разобравшись с белком, потому что на салатиках сидеть строго противопоказано. Это диета, если вы будете сидеть на салатиках. А если вы решите сделать это питание стилем жизни, то вам нужно будет обязательно быть сытым. И если сейчас вы сыты за счёт крахмалистых продуктов, а мы их уберём, значит придётся быть сытыми за счёт белковых продуктов. Вот и всё. Разница 4 килограмма. Всего лишь. Я сейчас ношу тот же размер одежды, что моя 19-летняя дочечка. Итак, жиры. Жиры. Следующая часть марлезонского балета. Но вы видите, что мы... Ладно. Мы с вами животная ткань. Мы с вами животная ткань. Давайте посмотрим, из чего ещё животные ткани состоят. Вот куриная грудка по белкам, видите, 21 грамм. Но на самом деле, сколько авторов, столько и вот этих раскладов. В куриной грудке до 30 грамм белка. По жирам совсем чуть-чуть, полтора грамма буквально углеводов не содержит. Вот ещё постная телятина. По белкам 20, по жирам до 1 грамма углеводов не содержит. А это грудка индейки. По белкам, ну, где-то 20, по жирам, видите, до 1. Короче говоря, чем более жирное мясо, тем больше там, конечно, часть жира. И мы примерно с вами тоже состоим вот примерно в такой пропорции. Я не смотрела, конечно, мясо человечина. Но в целом пропорция примерно такая же. То есть, когда мы с вами используем высокобелковые продукты, ну, например, животного происхождения, с ними параллельно заходит небольшое количество жиров. Заходит. Когда вы используете продукты растительного происхождения, например, те же самые орешки, там приличное количество жиров заходит. Поэтому мы не будем считать вообще жиры, потому что они всегда сопутствуют продуктам высокобелковых, высокобелковым продуктам, как растительного, так и животного происхождения. Соответственно, я хочу вас настроить, чтобы вы понимали важность жиров. Вот это кусочек биологической мембраны. Все наши клетки, они окружены снаружи мембранами. И внутри все органеллы составлены точно такими же мембранами. И вот эти вот маленькие штучки, вот это жиры. Познакомьтесь, это фосфолипиды. Вот эти желтенькие, это холестерин. Есть еще омега-3 и так далее. То есть, о чем я хочу сказать. Обезжиривание пищи очень опасно в плане того, что перестают строиться мембраны. Поэтому я лично не использую постоянно вот такие вот низкожировые продукты. Я, честно говоря, люблю пожирнее. Я люблю рыбку. Причем спрошу, у вас жирненькая? Они говорят, жирненькая. Вот, тогда я и беру эту жирненькую рыбку. Нас настраивали против таких вот насыщенных жиров. Кардиологи настраивали. Но знаете, извлечение насыщенных жиров из продуктов питания не привело к тому, что уменьшилось количество инсультов, инфарктов. И еще один плюс в сторону не бояться жиров. Если бы сторонники кето-диеты не имели своих результатов, я бы вам сказала, ребята, ограничиваем крахмалы и сладости, а также ограничиваем жиры. Но я вам говорю только ограничить крахмалы и сладости. Потому что сторонники кетогенной диеты, знаете, что худеют? Знаете, что они съедают более 100 грамм жиров в течение дня? И таким образом запускают процессы липолиза. Знаете вы об этом? И что худеют. Но они худеют не благодаря жирам, еще раз говорю, а благодаря тому, что они находятся в низкоуглеводном стиле питания. Это точно. Почему я не советую, ну как бы, ну, сама не работаю. Так скажу, кетогенными диетами. Ну, потому что нам не нужна диета, нам нужен стиль питания. Не каждый желчный пузырь выдержит 100-120 грамм жира в течение дня. Так как мне приходится работать с людьми разного пола, разного возраста и разной степени запущенности желудочно-кишечного тракта, я, ну, вот в сторону кетогенных диет, конечно, не смотрю. Но эта вещь тоже эффективная за счет того, что фактически является низкоуглеводным стилем питания. То есть люди, которые едят много жира, могут похудеть. Так, может быть, не жир виноват в том, что на наших боках откладывается много жира. Мы теперь точно знаем, что не жир. Но при этом, при всем, прошу вас, даже если вы захотите вот распустить себя по поводу жиров, ну, давайте будем адекватными. Вот, не надо специально съедать всю шкурку от курицы. Вот, потому что если чего-нибудь переешь, это чего-нибудь где-нибудь, да, и отложится. И еще должна вам сказать, милые девушки, когда вы вдруг бросаетесь в очередную либо диету, против которых я резко вообще настроена, либо резко идете в какой-то стиль питания, позаботьтесь, чтобы вас поддержала ваша семья. Потому что если ваша семья вас не поддержит, это будет только рыбок. Это будет рыбок, и вы очень быстро скатитесь на обычный стиль питания. Вот, поэтому, ну, не сильно упорствуйте, постарайтесь объяснить. И иногда просто готовьте так, как раньше готовили. Так я выкручивалась. Я готовила борщ, но пила из него только бульон. А семья ела, как ела. Я готовила второе, высокобелковый продукт, плюс гарнир. А сама ела высокобелковый продукт плюс салатик. Вот, это всегда можно сделать. В конечном итоге, когда я стала красота неземная, моя семья на меня обратила внимание. И я потихонечку стала их посвящать в курс дела, как сейчас делаю это с вами. Но они не могли полтора часа сидеть вместе со мной. А кратенько, вот я им чуть-чуть рассказывала. Но и они, если переедают жирами, не худеют. Ну да, поэтому давайте любого продукта, если переешь. Смотрите, главное не переедать. Объясняю почему. Если вы переели, перерастягивается желудок. И организм понимает, сейчас пойдет. Что пойдет? Пища. Дальше, на спецную кишку. И тогда готовы все. В том числе инсулин. Даже если вы переели жиром, и инсулин там вообще не нужен, инсулин готов. Инсулин прибрал все по клеткам, все это глюкозу, и вы опять вроде бы объелись, но хотите есть. Это будет переедание снова. Поэтому, пожалуйста, никогда не переедайте. Встаньте из-за стола с ощущением, я бы съел этот кусочек, но боюсь, что будет лишним. Теперь о жирах, которые спасают жизни. Это лецитин. Это те самые фосфолипиды, которые я вам показывала. И омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Если вы пошли в спортивный зал, значит вы будете делать новые клетки, новые мышечные волокна. Дайте строительный материал. Дайте строительный материал для вот этих кусочек. Это же кусочки ненаглядные. Боже, как я их люблю. И если этих кусочек будет достаточно, то, соответственно, эта клетка, допустим, пришел свободный радикал и пырнул эту клетку, эту мембрану, а она не вытекла, потому что вот такие запасные кусочки всегда есть. И они раз-раз-раз-раз-раз и дырочку эту заделали. Поэтому, пожалуйста, если вы предъявляете к себе повышенные требования, подстелите соломки, ведь уже никто, просто сопротивление бесполезно. Омега-3, ну, это средство номер один. И кардиологи об этом говорят, и диетологи об этом говорят, и так далее. Если захотите, я когда-нибудь вам расскажу про омегу-3 и фосфолипиды. Можно пойти в аптеку. Вот я не настаиваю на этом лицетине. Аптечный лицетин называется эссенциале форта. Вы просто загляните в другие ингредиенты и ужаснитесь, что они туда запихали. Почему такой хороший, качественный продукт, как фосфолипиды, надо было испортить этиловым спиртом и лаурилсульфатом натрия. Но это я так, это я освою. Жиры, которые укорачивают жизнь, это все трансизомеры жирных числот. Поэтому, если вы ходите в зал и при этом используете маргарин, я не знаю, в каких продуктах он бы был у вас, спред, растительный жир, не масло, а жир, гидрогенизированные масла, все растительные сливки, жир кондитерский, это значит, что вы ходите в зал и, извините, жрете промышленную выпечку. А это продукт запрещенный. Почему? Потому что гликемический индекс 70-80-100. С углеводами норма у нас, мы не будем считать углеводы, не будем считать жиры, Галина, мы просто берем углеводы с низким гликемическим индексом до 40, чтобы не морочиться, не считать это в граммах. Вот по белочку стоит заморочиться, а по углеводам просто не кушайте углеводы, которые выше 40, и все, и вы начнете улучшаться. По жирам, по жирам тоже не считаем, потому что жиры сопровождают белки. Хорошо? И калории не смотрим, не смотрите калории, опасно для понимания. По водичке, по водичке. Жир – это бесплодная, безводная пустыня. Это клетки, которые забиты жиром, и правда они, конечно, хорошо кровоснабжаются. Для того, чтобы кровоснабжать один килограмм лишней вашей жировой массы тела, нужно 30 километров кровеносных капиллярчиков. Это очень дорого для организма. Я реально много отработала, еще буду работать, конечно, вживую, на приборе, который называется Тонита. И я не понимаю немножко тех спортивных залов, где этот прибор не стоит и через который не пропускают людей на входе. Потому что, как еще отследить, эффективны ли тренировки или нет. Бывают такие тренировки, которые приводят к сжиганию именно мышечной массы. Это значит, была неэффективная и вредная тренировка. А бывает, человек косячит по питанию. Вроде бы и мышца растет, как у меня, но при этом и жир растет, и общий вес растет. Соответственно, нужно поработать с ним вот таким вот образом, как я сейчас с вами работаю, практически диетологически. Так вот, вот такой плотненький, господин, будет иметь водички совсем мало. Ну, 18 я не видела, честно говоря, но меньше 50. А такой спортивный, господин, будет иметь 60-65% воды. Потому что мышца – это живой орган, который на 70% состоит из воды. И если в этом теле мышц много, а жирочка чуть, соответственно, процент воды будет выше. А многие говорят, я пью, 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 а процент воды на месте. А потому что правильно делаешь, что пьешь, но нужно еще плавить жир. Вот если в организме становится мало жира, много мышц, тогда и процент жира в организме, извините, процент воды в организме растет. Считается, что спред не как маргарин. В маргарине жир гидрогенизируется, а в спредах жирные кислоты перетерифицируются. Любой продукт, над которым поиздевалась промышленность, нам не подходит. Спред – это растительное масло, которое затвердяется, в любом случае. Соответственно, нам не подходит. Хотя спреды разрешены, там трансезамеров жирных кислот в районе 8%, а в маргарине до 40%. То есть спред – наиболее меньшее зло. Но я не использую. Я бы сказала себе, Лена, ты добровольно отказалась от трансезамеров жирных кислот, потому что как-то не хочется встретиться с дедушкой Альцгеймером. Говорят, симпатичный молодой человек, не молодой человек, но я не хочу. Ещё раз, почему трансезамеры жирных кислот опасны? В организме у нас цисформы преобладают, и организм понимает цисформы жирных кислот, а трансформы не понимают. Но трансформы могут встраиваться в мембраны, делая их неживыми, непрозрачными и так далее. И соответственно, если вы просто примете отказ от трансезамеров жирных кислот, вот без всяких, ну давайте хотя бы это оставим, вот примите и всё, и вы увидите, что и холестерин будет иметь тенденцию нормализовываться, вы этого не увидите на самом деле. Просто вы проживёте на, может быть, 10, может быть, на 15 лет больше, ну в зависимости от того, сколько вам сейчас лет, когда вы меня слышите. Если вам сейчас 70, ну 2-3 года добавите себе, а если вам сейчас 17, то все 20 добавите себе. Окей? Сколько нам нужно водички? Когда вы занимаетесь, вы потеете. Соответственно, для обычных людей 30 миллилитров на каждый килограмм массы тела. Когда я прихожу в свой спортивный зал, я покупаю полутора литрович, заправляю хитростью, сейчас я хитрость свою скажу, чем я заправляю, сейчас тоже пью эту хитрость. И пока я полчаса бегаю, пока я бегаю, я ничего не пью. То есть я до бега сделала парочку глоточков и после бега начинаю пить. Потому что после бега я то спинку покачаю, то подтянусь несколько раз, то медленные упражнения поделаю. Ну в общем, у меня там своя процедура. И между каждым подходом я делаю несколько глоточков и пью из вот этой вот банки, которую купила. Я покупаю 0,75, извините. 0,75. Вот и пока я там занимаюсь, 0,75 спокойно помещается в меня. Это половинка моей суточной нормы. Ну чуть-чуть меньше, чем половинка. Вот. Почему нужно пить водичку? Причем водичка должна быть хитрая. Она должна ощелачивать внутренние среды. Потому что, когда вы начали заниматься, вы в состоянии дотренированности. И биохимические процессы, в том числе по сжиганию глюкозы, идут по анаэродному пути. Поэтому, когда вы только вырабатываетесь, вы очень быстро устаете. В мышцах накапливается лактат, для молочной кислоты развивается лактат, ацидоз. И происходит закисление крови. И это называется крипатура. Заметили? После третьей, четвертой, пятой тренировки крипатура уже к вам не приходит. Это что значит? Это вы раскрыли капиллярчики. По этим капиллярчикам таки пошел кислород. И происходит сжигание, например, тот же самый глюкоза происходит уже в аэробных условиях. Аэробные условия без образования молочной кислоты. Это очень круто. Аэробное сжигание глюкозы дают больше энергии каждой клетке. И при этом образуется просто вода и просто углекислый газ. Без всякого закисления. Пока вы детренированы, закисление будет. Поэтому, если вы вышли из состояния детренированности, берегите его, не бросайте свои тренировки. Это же очевидно. Потому что потом придется опять и заново. Через боль, через немогу, через усталость, через допошел ты. Посмотрите, что такое закисление. Это слипшиеся эритроциты, сладкий синдром. Они кислород не таскают. Это еще ухудшает состояние. Поэтому так тяжело начинать. Но у нас есть буферные системы, белковые, которые позволяют организму выйти из состояния закисления. И я очень люблю именно белковые буферные системы. Когда белок подходит к токсину кислому, говорит, ты токсин? Угу. Ну, пошли, я тебя провожу. И проводят же ж его. Он через почки выведет. И если у вас есть возможность делать зеленые коктейли на хлорофильчике, хлорофил – это то, что белок, который фотосинтезирует, делайте. Но если сейчас зима, то используйте готовый хлорофил. Почему нет? Летом можно делать зеленые коктейли, если у вас высококачественный блендер, который способен разбить эти клеточки, чтобы этот хлорофил прям вышел. А зимой, ну, я использую такое зимой и летом, потому что, вы знаете, с моими передвижениями дай бог мне успеть поесть. Хорошо, что у меня есть Юра, и он меня кормит. Вот. И еще есть буферные системы макро- и микроэлементные, то есть солевые. Там реакция идет попроще. Просто реакция нейтрализации, в результате чего образуются из кислятины, образуется просто нейтральная соль. И здесь, кто не хочет моими подсказками пользоваться, просто возьмите морскую соль, одна чайная ложка без горки, в 4 литра воды. И вот оттуда по пол-литрика берите с собой на тренировку. Потому что вы теряете электролиты, поставьте их на место, и параллельно сделайте ощелачивание. Ну, сложно. Потеющий человек должен об этом подумать. Потому что теряется и кальций, и магний. Ну, натрия нет недостатка в нашем организме. Калий теряется, очень ценный. Даже добавок нет калий содержащих. А если есть, то они очень низкодозированы. Считается, что калия у нас достаточно в теле и в пище. Но на самом деле он тоже теряется. И это большая проблема. Я же беру солстикрывайв. Вы знаете, я его попиваю, попиваю, попиваю и не выливаю в унитаз. Вот интересная вещь. Это вода, куда добавлен солстикрывайв, она усваивается. И это солстикрывайв построен на электролитах, на той же самой морской соли. Но так как я бегаю полчаса со скоростью 10 км в час, то есть я за полчаса пробегаю 5 км, то я знаю, что моим хрящикам нужна помощь. В солстикрывайв есть 400 мг глюкозамина для моих суставов. Ну, это просто продукт, на котором думали. Если не хотите такой продукт, по крайней мере, попробуйте морскую соль, этот раствор, и еще капните туда немножечко лимончик, а цитрат всегда ощелачивает. Ну, а теперь минералы, витамины и минералы. Тема, конечно, большая. Я бы, конечно, вас тут поддержала еще часов 10, чтобы все это рассказать. Мне прям так и чешется все это рассказать, но не буду. Я просто сделаю ссылочку на очень серьезного человека. Я ему просто восхищаюсь, потому что, ну, я немножко позже о нем расскажу. Этот слайд из его доклада. По данным НИИ питания Российской Академии Медицинских Наук, в рационе россиян из года в год, внимание, из года в год, выявляется хронический дефицит основных микронутриентов. По белкам, жирам, углеводам это макронутриенты. Мы сейчас не говорим о микронутриенты. Это кальций, магний, фосфор, молибден, цинк и так далее. Но да ладно. Несбалансированный рацион питания, объединенный микронутриентами, витаминами, макромикроэлементами, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, к сахарному диабету, к остеопорозу. Слушайте, это уже все старостью называется. Все хотят жить долго, но не хотят иметь сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, сахарного диабета, остеопороза, подагры, ожирения. Никто этого не хочет. А тем не менее 55% нас это имеет. И все из-за чего? Из-за хронического дефицита основных микронутриентов. Одна чайная ложка морской соли, морской соли, не едированной, обычной морской соли, без горки на 4 литра воды. И это знают и парламент, и так далее. Материалы парламентских слушаний. Это перепроверенная информация. Госдума, 12-й год. Про деток. Читаете, да? Особенно острой проблемой является дефицит ряда витаминов. Витамин С у 70% дефицит, у 70% населения. Витамин С это сегодня не съел, значит сегодня не получил. В организме не образуется. Или сегодня съел, все, что нет, да усвоил, все выписал. А люди боятся использовать витамин С. Я говорю, боитесь не использовать. Ну переели вы витамина С, ну выписите вы его. Какие вообще проблемы? Это же водорастворимая штука. Бойтесь не получить сегодня. Фолиевая кислота. 80% населения. Слава Богу, что хотя бы доктора, которые готовят семейные пары к беременности, уже знают о витамине В9, что при его недостатке головной мозг не развивается. Вообще. И минеральные вещества. Посмотрите, по железу 40%. Сегодня у меня был прямой эфир по железу. И тот, кто проверил ферритин, ужаснулся. 10% при норме 20- выше. Кальций. Если бы я не видела, как уродуются тела, потому что скелет уже не тот. А я это вижу. И йод до 70%. А это, извините, умственная отсталость формирующаяся. Вот. Помимо 15 витаминов, 30 макромикроэлементов с доказанным действием. Нутрициология, наука. Это уже просто сложно с этим спорить. Организм должен получать ещё более 20 классов других микронутриентов. И кто это всё говорит? Это говорит профессор Додали. Владимир Абдулаевич. И вы знаете, я восхищаюсь этим человеком, потому что он нутрициологией занимался тогда, когда она ещё и была не наука. Была гонимая, знаете, и так далее. То есть, если ты нутрициолог... А, шарлатан, да? Так вот, он занимался, по-моему, всю жизнь этой наукой и разрабатывал, и разрабатывает и лекарственные препараты, которые сертифицируются как лекарственные препараты на натуральной основе, травяной основе, на экстрактах и так далее. И биологически активные комплексы. Этому человеку в районе 82 лет, кто точнее знает, и ему принадлежит фраза. Моё базовое образование не позволяет мне использовать фармсредства. И у него есть достаточно большое количество материала по поводу спортсменов, где он утверждает, если вы предъявляете к своему организму какие-то повышенные требования, пожалуйста, не гневите судьбу, используйте биологически активные комплексы, давайте себе больше витамин, потому что в пище не содержится, и минералов в том числе. Ну и давайте по витаминчикам. Если вы используете рацион, но в среднем 2500 по килокалориям, он точно дефицитен по большинству витаминов. Запасы вообще отсутствуют, только жирорастворимые витамины мы создаем запасы. А, Д, Е и то. Е не определяем, Д у всех дефицит. А раки. Раки на втором месте смертность по злокачественным новообразованиям. Все раки витамин А зависимые. Это отсутствующая защита. А все остальное, за небольшим исключением, это водорастворимые витамины. Ребят, ну съели вы сегодня, все боятся передозировать. Ну передозировали, ну вы выписали его. Организм не держит. При повышении дозировки или обеспеченности организма всасывание уменьшается. То есть организм еще подумает, если вы передозировали, всосать или не всосать. Такая защита есть в организме. И высокая скорость всасывания витаминов приводит к снижению их утилизации. То есть организм все продумал уже. И вы знаете, витаминов должно быть много. Но вводить их надо дробненько, медленно. Лучше с приемом пищи. Лучше суточную дозу раздробить на несколько раз. Обычно люди делают так. Три раза в день кушают, три раза в день используют витаминки. И если у вас есть возможность выбрать высококачественные пролонгированные формы, выбирайте именно их. И никогда не ориентируйтесь на Минздрав. Это давно устаревшая информация. Это просто смешно. Нужно ориентироваться на те дозы, которые позволят вам развивать ваше здоровье. Минздрав выдает дозы, которые стоят, вот если ниже, то будет уже болезнь. Ну и вот видите увеличение потребности во время физической нагрузки. Смешной кадр. Смешной кадр. Будет вам мужчина, который таскает такую большую гантелю, наедаться грейпфрутами и помидорками. Очень смешной. Тем более, что я лично проверяла. Я брала яблоко и делала количественный анализ по витамину С, к примеру. В яблоке витамина С не обнаружено. И вся моя группа, с которой я занималась, сделала то же самое. Поэтому любой возьмите витаминный продукт, если вы доверяете товаропроизводителю. Потому что задача, чтобы витамины были натурально извлеченные, из природного сырья, или допустим биосинтетические, вот это очень важно. Используйте какой-либо один профессиональный, не шестая вода на 17 киселе, а профессиональный витаминно-минеральный комплекс и меняйте их. Так же, как вы разнообразную пищу используете, так и разнообразные витамины используете. Но помните, что ни один витаминный продукт не может содержать всё, прям всё. Есть, например, минералы, такие как кальций. Он громовый. То есть нам каждый день нужен грамм. А спортсменам немножечко больше. Беременным до 2,5 иногда грамм. Сера. Никто не знает, сколько нужно органической серы. От 1 до 6 грамм. А если вы занимаетесь в спортзале и строите свои белки, в том числе коллаген, то к вам высокие требования у вашего организма. Магний не громовый. Но я думаю, что просто современные представления о дозировке ещё будут пересматриваться, потому что магний крайне важен для построения той же самой костной ткани. И используйте эти вещи дополнительно. Сразу говорю, что я использую кальций, магний, хилат. Это дополнительно к витаминке своей. Витаминка у меня бывает разная. Бывает ТНТ. Бывает защитная формула. Бывает гриппайн. Бывает суперкомплекс. И дополнительно я использую источник кальция, магния. Кальций, магний, хилат. И дополнительно использую серу. Метил, сульфанил, метан. Но проще ничего не делать. Но знайте, что гипотинамия убивает медленно. Ну, верно. И если вы ничего не будете делать, к 60 годам вы станете на 3-4 сантиметра меньше. Ростом. Один мой знакомый стал на 7 сантиметров меньше. 18 декабря Будет 81 год? Спасибо. Боже, он молодец. Он читает лекции. Он имеет острый ум. Ну, в общем, нереально. Я хочу так. Я тоже хочу так. Если вы не будете собой заниматься, усохнут мышцы на 30%. Костная ткань побьется молью. Это будет называться остеопороз. Износятся хрящи, потому что хрящ питается, если им работают. А лёгкие будут только верхушками дышать. Это снижается легочная вентиляция. А сердце начнёт работать с перегрузками, потому что становятся неэластичными аорта и крупные кровеносные сосуды. Это гипертензия. И самое плохое, что капиллярная сеть она слипнется за ненадобностью. У стариков скорость потока крови через капилляры уменьшена на треть. Если вы хотите для себя такого, я вообще не препятствую. А если это в почках? Понимаете, от этого нет спасения. От этого нет спасения, если вы не поймёте, что в организме социализм. Если клетка не работает, она есть, не будет. А если она работает, то ей дадут питательные вещества через капилляры, которые вы активируете своей физической нагрузкой. Нельзя есть и не строить. Нельзя есть и не двигаться. Вот это, пожалуйста, поймите. Потому что 90% населения ест и не двигается совсем. Поэтому, если вы совершенно дотренированный человек, начинаете ходить. И если вы будете ходить хотя бы 2,5 километра, то за год вы потеряете 3 килограмма жиром. Жиром. И выйдете из группы риска по остеопорозу. Но 3 километра, даже 30 минут ходьбы, это мизерно по калориям. Я поэтому на них вообще внимания не обращаю, чтобы не демотивироваться. Это, ну не знаю, пол шоколадки столько по калориям, сколько вы сожгли за 30 минут ходьбы, запыхавшись. Если вы хотите развивать свою тренированность, пожалуйста, увеличивайте количество километров. Например, это минимум. 3 километра в день это минимум. Но старайтесь уложиться за 45 минут желательно. За 45. И это не гипернагрузка. Это нагрузка просто лечебная. Даже если человеку сделали операцию на сердце. 3 километра за 45 минут. Пожалуйста. Потом увеличивайте километраж. И вот сейчас, если сложно ходить по ледяному насту, очень у многих минус 20, минус 30 сейчас. Невозможно по улице. Идите в ближайший спортивный зал. Там есть беговые дорожки, на которых можно быстро ходить. Там есть орбит-рейки, они же эллипсы. И научитесь уделять этому внимание в течение дня. Всего полчасика. Полчаса найдутся всегда. Пусть это будет в ущерб вашему сериалу. Смотрите, 10 тысяч шагов — это, ну, 10 тысяч шагов. 5,5-7 километров в день. Это очень хорошо. Старайтесь проходить один километр за 15 минут. Используйте скандинавские палки. Это очень хорошая вещь. Кстати, Додолей пользуется скандинавскими палками. Я обожаю современный стиль жизни, когда можно прийти в группу и потанцевать зумбу или позаниматься с девочкой, у которой красивая попа. Ведь фитнес-тренеры, девчонки такие, молодцы, с попочки, там, грудочки. Смотришь на нее, прям подтягиваешься. Ходите, чтобы вам было к кому тянуться. Вот. Или выберите себе какой-нибудь вид спорта. Он сейчас сильно в теннис большой не поиграешь, хотя в целом тоже можно. Холодно первые 5 минут, а потом нормально. Вот. Выберите себе танец. Может быть, вы захотите танцевальную терапию себе такую. Любой танец, латиноамериканский, бразильский. Какая разница? Но, пожалуйста, двигайтесь. Хамосов, это, ну, великий кардиохирург, который прооперировал в районе 30 тысяч населения. Он написал такую книгу, я ее проштудировала, и вот, собственно говоря, выдержка из этой книги. Каждый человек должен знать свой уровень физического состояния. Это важнейший жизненный показатель, а не уровень инсулина в вашей крови, и не уровень артериального давления по большому счету. это жизненный показатель, уровень вашего физического состояния, вашей тренированности или детренированности. Поэтому, девочки, вот кто, не знаю, дамы, господа, кто тренирует людей в спортивных залах, обращайте внимание на тест Купера. Пусть ваши подопечные пройдут этот тест. Если я получаю в свои цепкие руки человека, я заставляю его пройти тест Купера, пусть он посмотрит на глубину своей дотренированности. И тест Купера это то, что позволяет развивать тренированность и отслеживать, развивается ли тренированность в течение жизни. Что такое тест Купера? Вы становитесь на беговую дорожку и сначала нужно с ней освоиться, чтобы вы знали, как включить, как отключить, где держаться, чтобы вы не упали. Не первое знакомство. А вот на второе, на третье знакомство с беговой дорожкой задача за 12 минут больше не надо, только 12 минут пробежать. Если не получается, пройти. Если не получается, проползите максимальное количество метров. Потом вы скачаете себе такую таблицу в интернете и поймете соответственно вашему возрасту вы очень хороши, хороши, так себе, низкий уровень тренированности или вообще никуда не годится. И ваша задача каждый год развивать свою тренированность, чтобы выйти на очень хорошо в соответствии с вашим возрастом. Вот тогда вас обойдут все болячки цивилизации. Абсолютно все. Потому что я вам серьезно говорю, сначала мы 10-20 лет жиреем, а потом начинаем эти тела таскать по докторам. А у докторов у самих такие тела. И получается, выхода нет. Выход есть, но он с другой стороны. Это мой Юрчик. Это мой муж. И я очень рада, что через меня эта информация идет, она мне интересна, я ее ловлю, я ее применяю. И очень хорошие результаты на семье в том числе. Это два разных человека. На первой фотографии до Пузика я его фотографировала, нельзя было ниже. Это был такой уставший от жизни человек, у которого впереди немного на самом деле. Страшно это сказать, но так оно и было. А на второй фотографии вы увидите уже, скорее всего, совершенно другого человека. И я точно знаю, что он другой по мотивации к жизни. У него вечно какие-то идеи, у него жизнь расписана на год вперед, ну, соответственно, моя тоже. Мы не сидим на месте, мы вечно куда-то едем. фух, ну, в общем, это интересно, потому что молодость, ребят, она изнутри, она не снаружи, она идет изнутри. И если вы выбираете посидеть, то вы выбираете старость. Если вы выбираете пожрать на ночь, значит, вы выбираете старость. Если же вы выбираете пойти поиграть в баскетбол, вы выбираете молодость. Если вы выбираете с друзьями не посидеть в кафешке, а пройтись, пройтись, то тоже выбирайте молодость. С едой мы разобрались. Это очень важно. Я даже не знаю, 60 на 40 или 40 на 60. Вот еда и физическая нагрузка. Но это архиважно. И я надеюсь, вам было сегодня полезно. 6 декабря родился, 12. Да, Амосов. Амосов тоже в районе 90 лет, по-моему, он прожил. Ну что, вопросики? Давайте-ка мы по вопросикам поработаем. Я сейчас появлюсь. Если была полезна, под этим видео, господа, меня тут обучают, ставьте лайки, вопросы и всё такое. В общем, не оставайтесь в стороне. И можете заказать следующую тему. Надо же как-то понимать. Сейчас все приехали, все как-то дома. И я смотрю, что большой интерес к обучающим мероприятиям. Заказывайте следующую тему. Просто вот эту тему заказала Татьяна Ячменёва. Это владелец шикарного фитнес-зала в городе... Не помню, как в городе. Елец, по-моему. В городе Елец. И она говорит, что у тебя есть такое, чтобы я могла поделиться. Вот, собственно говоря, для неё я это и сделала. Да? Хорошо? Спасибо. Ну, хорошо. Раз пошли, спасибо. Значит, я выполнила свою норму на сегодня. Скажите мне, пожалуйста, кого из вас я смотивировала, и вы завтра пойдёте и купите себе абонемент на максимальный срок в тренажёрный зал или в зал, где есть эллипсы и так далее. Давайте. Кого я смотивировала, поставьте мне плюсики в позитивную карму. Потому что я вчера... Нет, позавчера я была в спортивном зале и купила себе абонемент. Ну, на 12 занятий, потому что непонятно, сколько я буду в родном городе. Так. Спасибо. Вижу. Плюсики в позитивную карму не вижу. Кто завтра пойдёт и запишется? Наталья пойдёт и запишется. Хорошо. Только Наталья. Фух. Нет. Ещё Наташа Лёвкина запишется. Мотивирует, да? Да. Первые три месяца беременности... Нет. Давайте мы доносим беременность. Да. Нормально и благополучно. Есть разные медленные упражнения при беременности. Очень крутые. Поэтому вот есть пилатес для беременности, есть йога для беременности. Я, честно говоря, гасала всю беременность и ушла в депретный отпуск за неделю до собственных родов. И нормально всё было. Но, вы знаете, есть разные беременные, есть беременные с разным уровнем здоровья и так далее. Плаваю. Молодец. После моего перелома, моего позвоночника я плавала. И это очень круто меня восстановило. Олечка пойдёт. Молодец. Лейсан пойдёт. Ладошку красоты продиктую. Ну, ладошку красоты не все знают, может быть. Но я скажу. У меня два кальция магний хилата, две органических серы, одна какая-то витамина, например, защитная формула или суперкомплекс, два диких ямса. И сейчас ещё от старости, для молодости, добавляю каинзин Q10. Вот это минимум мой. Поучительно. Разобрать тему кальция и омега, кальция и омега-кислоты. Хорошо. Ну, девушки тут меня хвалят. Хвалите, хвалите, да. Записалась и буду ходить. Мало записаться, надо ещё ходить. Правильно. Купила беговую дорожку и хожу. Да. Вот многие часто слушают мои лекции. Я вам так скажу. Вы в уши мою лекцию вставьте и идите на дорожку. Полчаса. И в целом вы не заметите эти полчаса. Я точно так же лекции просматриваю, чтобы у меня ещё и информация шла. Вот. Вот за... Обычно мои лекции полтора часа. Вот три раза, и вы выслушали целую лекцию. Фитнес, йога, пилатес. Молодец. Молодец. Фитнес-клуб Территория. Елец. Да. Вот Татьяна. Всех девочек Ельца. И я поздравляю с замечательным приобретением новый фитнес-клуб Территория. Очень красиво я смотрела фотографии. Эллипс не навредит, конечно. Нет, эллипс можно и беременных в том числе. Да. Плавно идёт, да. Время приёма добавок с приёмом пищи. Вот сколько раз кушаете, столько раз добавляете. Потому что витамины, минералы обязаны быть в пище. Мы не виноваты с вами, что у нас такая пища промышленная, что в ней мало всего. Можно заказать про желчный пузырь и камни, и про кишечник. Можно. Я поняла. Хорошо. Ну что, всех люблю, всех целую. Давайте до новых встреч. Пишите, звоните. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!